здравствуйте дорогие мои это снова канал заметки нумизматов меня зовут сергей юрьевич если вы забыли снова у меня в гостях алексей шлыков приветствую очень приятно вас видеть снова сегодня тема нашего разговора две простых монетки 25 копеечного достоинства 1859 года чеканки с аверсами этих монет связан несколько историй мифических лирических правдивых и не очень алексей сегодня нам расскажет обо всех нюансах этой монеты да спасибо большое спасибо вам друзья что вновь общаюсь с вами спасибо большое канал заметки нумизмата за нашу с вами встречу и сегодня мы с вами поговорим о монете достоинством 25 копеек 1859 года чем она необычна что не интересного сейчас мы с вами все это разберем поехали итак господа сегодня мы с вами развенчаем еще один миф еще одно заблуждение касаемо монет российской нумизматики как уже говорилось речь пойдет о 25 копейках 1859 года в 1859 году меняется дизайн общегосударственных российских монет с рубля и паутины исчезает слова монета орел приобретает новые черты орел этот пришел на эту монету с медали с коронационной медали александра второго выполненный знаменитым православным гравюром александром ляли нам в чем же интересная особенность монеты санкт-петербургский монетный двор начинает чеканку монет нового образца в том числе и 25 копеечника но с одной интересной особенностью четвертак 1859 года чеканился в двух вариантах первый вариант нес на себе всадника георгия святого в плаще на втором варианте святой георгий был без плаща очень интересная особенность и так повелось среди нумизматов что из-за ошибки которую допустил владимир биткин в своем каталоге вариант в плаще был отмечен степенью редкости буквы р и считается до сих пор считается монеты редкой однако же по существу и в реалиях дело обстоит так что на самом деле редкой является монета без плаща и если открыть любой поисковик интернет поисковик и озадачиваться этим вопросом и промониторить сегодняшний рынок монет можно увидеть что вариант в плаще встречается в разы чаще чем вариант без плаща вот такой вот интересный миф такое вот заблуждение популярная очень особенно среди начинающих нумизматов которые мы с вами сегодня и развенчали что ж теперь мы с вами обратимся к самой монете посмотрим на нее вот мы видим первый вариант где святой георгий у нас в плаще вот вот видим плащ крупно увеличенный вот видим другую монету здесь всадник без плаща монеты красивые монеты интересные я желаю вам в коллекцию таких монет на этом у меня господа все большое вам спасибо до свидания и Субтитры создавал DimaTorzok